Стартан, поехали! Первый день перед тем, как, помимо всего прочего, произойдет квалификация и будет гонка-преследование в марафонском формате. Завтрашняя гонка, конечно, обладает своей потрясающей изюминкой. Ну а эти бескрайние плоскогорные поляны – место счастья для очень-очень многих. Для тех, кто здесь базируется, как присылающий мне признание в любви этому месту Иван Житинев, достаточно хорошо известный в лыжном комьюнити. И вот видно, что он прямо лучится от радости из-за того, что Кубок Мира привезли сюда. И, конечно же, трассы Ингодинского марафона. Они культовые, они все привлекающие. И тоже вот опять-таки закрываем этот сезон, перекрывая тем самым то, что происходило тоже в этих долинах. Ну а вы сами знаете, что здесь были суперморозные дни. И когда здесь шла... Сейчас одновременно я наблюдал за тем, как оттормаживались в этот поворот. Многие вынуждены были выставлять одну лыжу и аккуратненько так подплуживать плоской лыжей, разумеется. Для того, чтобы скорость не была слишком высокой, для того, чтобы ты не воткнулся в тех, кто идет перед тобой. То, что произошло на Диагонелле, вот эти обморожения, все вокруг этого было столько разговоров и разговоров, в общем-то, оправданных. Но природа здешних мест в этом совершенно не виновата. Виноват регламент, виноват протокол, который был довольно странным образом соблюден, потому что, да, общий фон температурный вписывался, но надо учесть, что в раннее время суток вымерзает во всех узких ущельях так, что температура совершенно немилосердна. Низкая и рекордная для всех этих мест. В результате, да, ключевые гонщики получили обморожение. Но эта часть Швейцарии не стала менее прекрасна из-за того факта. Размашисто! Без какого-то такого мелочного психоза, я бы сказал, был проведен старт. И это приятно видеть, потому что сразу же не было накладок, не было пробок, не было поломанного инвентаря у лидеров. Пошли сразу же все, демонстрируя, что у них есть. В техническом арсенале отличная амплитуда, хороший прокат. Но местами это проявить будет достаточно непросто, потому что есть высокие лбы. С большой крутизной, подставленные под солнце. Не забываем, кстати говоря, что сегодня продолжается пополнение и бонусных очков, а за бонусные очки свой суперприз. Ну и когда это станет актуально, конечно, это на экране оживим тоже. Местами вот в эту погоду, когда довольно сильный прогрев, лыжи как бы немножко подтупливают. Потом достаточно леденистые, прокатанные во время разминок и представителями местного клуба вот это вот вы видите, что одна из тоже узнаваемых частей Ингодинских трасс состоит в том, что здесь есть вот эти стиральные доски. Они, слава богу, не как трамплины работают, но тем не менее ногами их нужно сглатывать довольно четко. И после чего, вы видите, лыжня убирается, естественно, и вираж. Лыж такой, чтобы можно было спокойно работать переступом. Там тяжелой техникой все закатано. И, соответственно, есть возможность достаточно хорошо вцепиться в снег, но все равно сносит. Все равно боковое соскальзывание существует. Оставшееся в наследие с утра. Не знаю, как у женщин будет, потому что женщины побегут все-таки. Ну, во-первых, так, гонки довольно прилично разнесены. И это правильное решение, потому что сейчас мужчинам достается остаток утра, женщинам, соответственно, уже достается то время, когда солнце низко, когда оно падает за горы. Соответственно, трасса уже охлаждается. Ну и до такой степени раскашиваться она не должна. Ну, вот как раз то, о чем я говорил, что хвосты неизбежно посыплются. Посыпались они уже сейчас. И на технических участках в том числе это происходит. И далеко не слабейшие из-за этого получают удар по амбициям. Эндрю Янг, ну, это не только такая тотальная невезучесть, да, потому что Янг, вы помните, надломил кость даже во время шведских гонок. Это еще и по следам той травмы происходит тоже. Янг фактически выбывает сейчас из борьбы за высокие места, и поэтому британская мини-сборная может рассчитывать только на своего идущего впереди. Он-то хорошо включился. Ну, а вот, что касается Янга, вот как раз, то есть там была некоторая заметная степень неуверенности. И внутри, конечно же, в глубине сознания постоянно горит эта лампочка. После такого тяжелого падения грандиозного в Швеции на предчемпионатовском этапе Кубка Мира, который едва... Ох, ну, вы видите, что тут продолжается уже тоже, когда гонка пошла поагрессивнее. Началась уже толкотня, началась драка. Пока что запасной инвентарь по следам этого маленького инцидента никому не понадобился. Ну, а Янг был вынужден принимать помощь с обочины. Конечно, когда ты падаешь на высокой скорости, падаешь, получаешь травму, он влетел тогда в заграждение. И, в принципе, все дружно признают, что во время тех баталий трасса под мат-старт, под короткий мат-старт, где агрессивные действия и противодействия происходят, была не очень готова. Но он стал жертвой тех состязаний, как чуть ранее и Наталья Непряева, правда, в раздельном старте. Здесь тоже есть очень много опасных кусков. Именно из-за погоды так-то, в принципе, они просматриваются хорошо. И пространство до маневра там есть, но пока еще большой пелотон. И вот эти вот балансирующие на грани условия. Интересно, что Мазгрейв, обладатель норвежского лыжного ноу-хау, взял на себя инициативу на протяжении достаточно длительного времени. С другой стороны, Эндрю все-таки вернул себе себя в этом сложном сезоне. И на чемпионате мира это тоже было заметно. Ну и сейчас он, деля работу впереди с французами и с норвежцами, уверенно держится в голове. Главные, потенциально главные герои развязки пока более-менее в группе. И здесь много участков, где ты можешь получить аэргономический эффект. Но главное при этом только удержаться на ногах. Как только нарезка лыжни заканчивается, вот сейчас, да, это, конечно, хороший план, но он не очень информативный. На самом деле гораздо важнее было то, что происходило после того, как лыжня кончилась. Но, судя по всему, ничего неприятного, ничего разочаровывающего. Потому что, конечно, ну если, если бы сейчас полетели фавориты, сейчас об этом мысли в первую очередь. Когда просмотровый круг на высокой скорости, так или иначе, люди вспоминают сейчас, как это все едется в таких условиях, в условиях плотной гонки. Следующие круги будут уже более-менее внятные, но вместе с тем на усталости уже на некоторой. И там свои моменты. Клэба довольно рискованно пробирался вдоль обочины. Ну и влился сейчас в лидирующую голову. Желтая майка рядом, Большинова найти очень легко. Конечно, у них каждая потенциально спринтерская развязка. Это матчевая встреча большая, и так будет продолжаться многие-многие годы. И после того, как конфликтная и слишком окололыжная ситуация была разрешена, и, соответственно, Клэба снял тот протест, который уже фактически лежал в рассмотрении. Все теперь именно, что можно дальнейшую лыжную историю писать с незапятанного кляксами листа. Ну и, соответственно, здесь у тех, кто обладает сильным спринтерским рывком, смелости гораздо больше, чем в длинные гонки, где у них постоянно присутствует эта мысль о том, что их высадят. Возможности здесь отвязаться от очень сильных гонщиков крайне мало. Поэтому, конечно, основные попытки разорвать, основные попытки уйти навсегда, тем более с некоторым запасом, который будет после этой классической гонки. Но не думаю, что он будет очень велик. В гонке-преследовании уже будет так. Все гораздо более жестко. Сильные гонщики под довольно даже и далекими номерами есть. Во втором десятке, в третьем десятке стартующих. Те, у кого не очень с очками, не очень с выступлениями в целом по сезону, но которые собрались и сфокусировались на этих состязаниях. Ну а так, конечно, всегда присутствует момент матчевой встречи Россия-Норвегия. Всегда ершисты на высотах французы во главе с Манифика, который цепляется за подиум общего зачета. Первый круг, который был с одной стороны просмотровым, с другой стороны местами довольно нервным. Но никто из грандов не получил удара по амбициям. Сейчас уже появился хороший ритм на отметке 3,8. Глеба напомнил о своем существовании, о чем и так все помнили. И сейчас вот Червоткин выходит провести. Начинают российские спортсмены подключаться к работе впереди. До этого они оценивали ситуацию, оберегали себя от каких бы то ни было случайностей, но не напрашивались, скажем так, на контрдействия соперников. И вот сейчас один из самых агрессивных участников чемпионата мира по тактике своей решил, как говорится, прогуляться. Восьмерка Червоткин, которого, разумеется, по суд, которого, разумеется, контролируют соперники из ключевых сборных. Но не у всех это получается одинаково удачно. Любитель погулять в формате супердлинных соревнований. Ханс Кристер Голлун зацепляется за Алексея, и они немножечко удаляются. Посмотрим, будет ли это иметь активное продолжение, потому что все-таки преимущество в 50-100 метров они получили почти сразу. Великолепно, что, конечно, захватывает дух у тех, которые оказываются, так сказать, на колесе и могут на всех ходах влететь, если не дай бог, завал перед ними. И вы видели, как там балансируют, раскрываясь, тормозя корпусом, тормозя руками. Те, кто обладает отличным балансом, хорошей техникой, но, тем не менее, никто не гарантирует им, что будет место сманеврировать. Здесь более-менее этот вираж спрофилированный. И за счет этого высококлассные лыжники устояли все. Алексей продолжает работать один. Холлун фактически полицейским пошел за ним. И Даниэль Сто... Он, по-моему, или нет? Ну да, представитель клубной дозаявки норвежцев. Они планировали все это задействовать на холминколинских играх. Но холминколинские игры, вы сами знаете, были отменены, как и вообще любые финальные кубковые соревнования на территории Норвегии, уж в особенности в окрестностях столицы. Меры были очень серьезные, очень жесткие ради сохранения... В общем-то, по европейским меркам, спокойной около коронавирусной ситуации. И вот Сток сейчас среагировал на эту протяжку. И представитель резервной сборной Норвегии, можно так это назвать, здесь вы видите, с подруливанием, достаточно жестко. И можно лыжу отправить во вращение, можно лыжу отправить в проскальзывание, но управляемое и контролируемое. За счет баланса своего обязательно это нужно держать. Включается Большунов, понимает, что скорость выросла, и что этот отъезд уже может набирать преимущество. А меж тем, конечно, он, как и во всех гонках, это уже было сказано миллион раз, чемпион и неоднократный призер чемпионатов мира, победитель нескольких кубков мира в общем зачете в большом и в малом, победитель Турдескини единожды. В своем возрасте он обладает таким длинным списком всеразнообразнейших достижений, что уже хватило бы даже и на две карьеры, но его карьера, к счастью для болельщиков, только-только еще набирает обороты. Ну и помимо амбиции в любой гонке, это еще и сдвоенные амбиции на сегодня, на завтра. В общем, то, что он бы спокойно посмотрел бы, как уехал бы отрыв, это из области абсолютно ненаучной фантастики. Он возвращается в несколько мощных отталкиваний и он всегда за собой вытягивает сильных конкурентов. Ну, Финляндия в лице своего главного классиста должна была быть представлена. Нисканен, как и очень многие, ориентировался именно на движение по гонке Александра Большинова. И практически в синхрон завелся, ну а там уже и все остальные, не все сумели настолько жестко включиться после этой контратаки, но ожил пилотон моментально. Гувер пошел. Ну, эта пара пошла уже работать здесь немножко сменами. Брать на себя стал инициативу Голлум. Хотя им стало понятно, что они не уехали. И однако, вот это вот, конечно, приглашающая атака. И Голлум в любом случае предполагалось, что он будет все-таки, учитывая его физику и психику, будет активизироваться в самом начале. Ну и вот, я уж не знаю, опять-таки, по изначальной задумке, или так, как это было на чемпионате мира во время эстафеты, лыжи хорошо работают, чувствуют себя хорошо, почему не симпровизировать. Червоткин предвосхитил, как бы, эту активизацию. Ну и в результате этой атаки рассыпался пилотон. Однако, если чуть-чуть успокоиться, сильные гонщики, которые на противоходе поймали просвет, могут и вернуться. Мы возьмем небольшую паузу. Пожелаем гонщикам, чтобы они были поаккуратнее по-прежнему. Несмотря на то, что растянулись и пространство для маневра стало более внятным. Лучшая позиция для чемпиона. Это первая позиция, несмотря на то, что у тебя появляется. Ну вот, что такое не везет и как с этим бороться у Белова. Поломка инвентаря. Он очень уверенно стоял в лыжне на активной позиции, а сейчас вынужден... Ну хорошо, по крайней мере, что это произошло. Вы видите, тут таких своеобразных боксов. И однако он теряет мест 30, наверное. Как видать. Вынужден пробираться вдоль трассы. То, что выпал за пределы ограничителей, я думаю, Евгению, конечно, это в мину меняться не будет. Поскольку это групповая гонка. Ну и поскольку это, скажем так, техническая неисправность. Ставков, ребят, 1000 от Винлайн. Без депозита, без отыгрышей на любой коэффициент. Наслаждайся игрой, остальное за нами. Низканен устных предупреждений по поводу того, что он мешает нормально двигаться соперникам за блокировку. И практически получает чуть ли не в каждой гонке. Эти предупреждения, эти эпизоды не очень видны, но они очень хорошо видны судьям. Ну и, к счастью для него, это не оборачивается последующим еще более строгим предупреждением, желтыми карточками и затем удалением из соревнований. Так-то мы вообще ни разу такого не видели, да, чтобы кто-то получал вот прям красную карточку за чрезмерную агрессивность гонки, посередине гонки. И строгий гаишник выходил бы с обочины и останавливал бы его. Хотя, бог знает, в какую сторону это будет развиваться. Спринт бонусный через пару километров. На отметке 7,6. Большинок был впереди, но прогулялся какое-то время Низканен. Низканен, конечно, связывал с чемпионатом, завершившимся гораздо больше амбиции. И предстоит большой анализ, в том числе и стратегии подготовки. Но так или иначе, этот все-таки подготовительный период был для него слишком разорван. И как-то неспокойно, в принципе, он пришел главным стартом. Такой особый год. Сейчас все-таки в штатном ритме, несмотря на большое напряжение, несмотря на, конечно, ограничения везде существующие, и по-прежнему очень верим в то, что все это невзбалумошно и суматошно будет с точки зрения вакцинации, как это сейчас, из-за чего-то, собственно говоря, опять красная зона по всему северу Италии, потому что загорелись синим пламенем все эти планы, не до поставки и с точки зрения, в общем, самого процесса сложности. В Швейцарии гораздо более компактна во всех смыслах этого слова. И вот до июня месяца вроде бы как они всех желающих уже настроены привить. Ну и в целом сейчас инфекционная обстановка в Швейцарии гораздо лучше, чем у соседей. Что тоже, конечно, дополнительный успокаивающий момент для гонщиков. Это дуэль. Сейчас символичный кадр такой, да, плечо в плечо. Большунов и Клэба. Как бы не хотелось кому-то там, кто греет руки на... Дополнительном подкладывании хвороста в огонек. Ненавидящими друг друга, конкурентами они не будут. И профессионального бокса, а то и профессионального, пожалуй, рестлинга или кейча мы в лыжных гонках не увидим. Хотя, конечно, немало тоже таких коварных, скажем так, оперетошных персонажей в рядах промоутеров, которые говорят, да вот, ну что, у вас локальный интерес, некоторым странам это интересно, другим нет. А вот если будут по-настоящему в кость рубиться и испепелять друг друга взглядами, и делать заявления, от которых тошно становится еще до старта, о, тогда и другие, у которых и снега-то никогда не бывает, но которые увидят в этом много жареного, придут смотреть лыжные гонки. И вот сейчас синхронный классический ход на бонусный трофей. Включается по-настоящему, и согласитесь, это выглядит. Большинов, и даже вот здесь не поделили очки, потому что настолько это было действительно один в один, сотая в сотую, что по 15 очков отдали и Большинову, и Иоанна Суховслоту. Не знаю, потом, через какое-то время, может быть, и будет какая-то дележка, но пока аппаратура их не разделила. Пока они провели такой красивый парад шеренгой, но на основном финише такого не будет. Они хотят гоняться, они хотят красиво гоняться, принципиально, в отличных равных условиях. Они не хотят, чтобы вмешивалась случайность в осуществление их мечты, потому что, конечно, великая мечта любого лыжника на все времена стать королем, пусть даже этот формат изменился. 30 плюс 50, об этом думают все, не могут не думать. В свою очередь для спринтера Клэба, а он все-таки спринтер, в основном. Выиграть полтинник на чемпионате мира, это был уникальный шанс, и тоже в результате он оказался дисквалифицирован. Этот избыток желания, этот избыток вставок и привел к той ситуации сужение трассы. Тут уже и это говорили, что не надо было ее суживать, но с другой стороны, такие выходы с широкого на узкое, на финишную прямую практически везде. Это тоже была каким-то образом провокация. Понятно, это был день, в который ни тот, ни другой не испытали счастья. Ула, брат-менеджер, создатель контента, все что угодно, даже ногу сломал. От досады пнув дверь, да так сильно, что сломал стопу. Вот. Когда чрезмерно кипят эмоции, можно дойти до члена вредительства. Take care. Будьте внимательны. Ну и здесь уже пошел настоящий раскат, причем устроили его именно два главных дуэлянта. И такое ощущение, что весь пилотон немножко смотрит на них снизу вверх. Иверсен признался, да, что ему по наследству, в общем-то, в той ситуации достался титул. И, конечно же, он в спринтерской развязке не был сильнее ни того, ни другого. Но сколько в больших групповых гонках мы такое наблюдаем в иных видах спорта? Где все связано с достаточно высокими скоростями, техническими моментами, с падениями, с поломками. Здесь трасса жесткая, кстати говоря, уже это вот тут пару дней назад, перед тем, как нас окончательно закрыли от лыжных центров. Сломал, хорошую очень палку сломал. Именно из-за того, что она вдруг резко ушла. Все было жестко, 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 на отталкивании в гору. Навалился на нее, и когда она провалилась, не сумел поймать, и все. Она щелкает, как щепка, и тут же ты на срез обнаруживаешь, насколько это тоненькая конструкция ради легкости. Да, вертикальная жесткость очень велика, но любые какие-то нештатные нагрузки, и она ломается очень легко. Это я как раз про тот эпизод, когда Большунов остался на финишной прямой с одной палкой. Он пытается сейчас уходить, и неплохо получается. Ну, а вы видите, какое гигантское преимущество у него в этой спецноминации. Как-то даже расступались. И сразу после розыгрыша бонусного финиша соперники перед Большуновым и Клэбо. После чего Александр включил дополнительную передачу и ушагал, я бы сказал, в длинную гору. Невзвинчивая темп, укатил размашисто, мощно, и все только глазами проводили. Как будто бы были уверены в том, что это обязательно произойдет, и вопрос был только в том, когда. Вот оно и произошло. И всего секунда преимущества теперь превращается в добрые 15. По-моему, посмотрим. Такое ощущение, что все просто сразу начали борьбу за второе место. Все-таки учтем, что идет последний круг. И что до финиша осталось в районе пары километров. Здесь, конечно, свои счеты, в том числе и с чемпионатом мира минувшим. Ну и то, насколько это нелегко, вот здесь тоже говорим брависсимо, тем, кто готовил лыжи Большунову, насколько нелегко здесь в этот лоб продержать хороший темп, вы видели все это сами. То есть, в исполнении Большунова это было просто играющее. В исполнении всех остальных это страдания и на пределе работа. Но ничего сделать с этим преимуществом они не могут. Два человека у Швеции хорошие классисты. Ну, в первую очередь, конечно, вы убеждались неоднократно в том, что Свенсен очень хороший в дабле. И не только. В принципе, у него полноценная техника. Он имеет все. Но тяготеет все-таки к этим бесшажным ходам, которые сейчас, в частности, демонстрирует Александр Александрович. На вираже подработал чуть-чуть коньковым отталкиванием, что не только можно, но и нужно. Но вот здесь насчет того, как раз, что не с Венсеном единым, наблюдаем мы хорошее включение Бурмана. И, в принципе, он набрал и уверенность, и вдохновенность. На минувшем чемпионате мира. Колония держится или нет? Уже так. Контратаку подхватил. Контратаку, которая формировала шестерку преследователей. Не хочется, вообще не хочется отрываться от экрана. Тут вон он там висит. Есть же GPS-трекер. И достаточно удобный, но... Так это смотрится, что в электронных протоколах копаться жалко просто. Ну и здесь уже, вы видите, пошел Большинов собирать круговых. Но гонка еще отнюдь не закончена. Соперники еще отнюдь не смирились. И сейчас активно включились они бесшажными ходами. Дабл с супердлинными палками, который часто применялся в качестве экспериментов на марафонских сериях. Все-таки принято коллективное решение не только о том, что в классических этих гонках нельзя так делать. Нельзя такой инвентарь брать и ограничение физ по длине палок. Но это убивает спину. Безумным образом убивает спину. Белый комбинезон, многие увидев издали, решили, что это свет круговой. Нет, это Сантуш. Бразильский гонщик. Бразилия в основном с Мурао ассоциируется, конечно, с ее полиспортивной карьерой. И вообще вот то, что Иван присылал, насколько всем категориям, социальным, профессиональным и так далее, покорна любовь к здешним марафонам звезды из совершенно разных областей. Получил Александр информацию о том, что пошла активная контратака и включился на этом крутом участке как следует. То есть здесь уже невозможно было на параллельных лыжах, и кроме того, этот участок был в тени. И пришлось включать елочку. Норвежцы разношерстной своей толпой контратакуют, но Нискенен и Бурман стараются противодействовать. Клэба удерживается и остается серьезной картой спринтерского розыгрыша. Смотрят на последствия. Гулбер оценил ситуацию. Оценил, кого удалось высадить. Удовлетворен тем, что отцеплен Нискенен. Нискенен, конечно, на все времена не спринтер. Вот это... Это на нем висит. На последнем пригорке он может вылететь, при том, что общий дистанционный ход у него очень хороший. Естественно, и класс его как классиста. Физические данные. Все это всем понятно присутствует на 100%. Вырастая над лыжей, доталкиваясь даблом. Вы видите, поднимаясь четко-четко на носочки. Но нужно быть сбалансированным. Нужно быть немножко вперед, но ни в коем случае не нужно падать совсем уж на носки. В особенности, когда есть участки с не очень хорошим скольжением. Здесь, конечно, продольный баланс у Большинова, ну, просто картинка. Ну, как и в принципе, любые российские лыжники. Это большие исключения, а не правило, когда у кого-то все-таки профилирующий конек выдавливает классику. Про это было сказано уже миллион раз многое. Соло Большинова. Ответ был. Ответ достаточно серьезный. Попытки закрыть. Но ничего из этого не вышло. И Большинов выигрывает эту гонку в одну калитку. И, кроме того, набирает максимальное преимущество перед завтрашним марафоном. Но эти хорошие преследователи, конечно, не сдались. И Хлеба финишеры вторым предсказуемо выигрывает спринт из этой кампании. Голдберг третий. Бурман рядом с Фидесталом. Кругер хороший финишер. Тоже близко. Мальцев обладатель хорошей финишной скорости. Замыкает шестерку сильнейших. Низкена. Далее Гулум. Но вы видите сами, что уже это под полминуты. И следующая волна финиширующих. Дальше уже люди из резерва норвежского. Потому что это как бы немножко осло у нас. Колония только четырнадцатый. Были ли какие-то там у него повреждения, расскажет после финиша. Агрессивные в начале Свенсен и Британец. В итоге на краю двадцатки сильнейших. Манифика теряет очки драматическим образом. Но те, которые висели за ним, тоже их не добирают на этом старте. И дальше пересчитаем. Борьба за общий зачет Кубка мира. И еще раз говорю, незаконченная. Даже Пеллегрино в этой борьбе уперся. Не знаю, какие у него мысли по поводу завтрашней длинной гонки. Но напомню все-таки, что в генерале он был третьим. И самое главное, что вот такую развязку, что он будет рядом с Манифика. Но проиграет ему несколько очков. Так что в глубине гонки тоже много всего интересного происходило. Большинов сегодня нокаутом выигрывает этот поединок. Гонка для него была принципиально. Он был мега мотивирован. Король Кубкового сезона выигрывает со значительным преимуществом. Обеспечивает себе завтра сольные возможности. Тут вы видите, что его со всех сторон снимают. Уже сейчас отнюдь не в микс-зоне, а в финишном створе. Что он будет делать завтра с этим заметным, но все-таки не таким уж гигантским преимуществом. Это тоже интересный момент с точки зрения стратегии. И перед ним ходят уничтоженные, разочарованные Манифика. Потому что, конечно, проиграть столько. Руки забиты, да еще и в перчатках. Сразу маску и не возьмешь. Деревянные пальцы. Вот только это напоминает о том, насколько все было непросто. Гонка тем временем продолжается и продолжается. Автор атаки дня Черлоткин замыкает десятку сильнейших. И, в принципе, задорно прошел эту гонку. Поздравил лидера команды. Ну и видно, что энергия вполне сохраняется. На завтрашнюю гонку тоже. Жарко. Высокие скорости, жаркая борьба. И жарко в прямом смысле этого слова. Поэтому вот для кого-нибудь из людей сугубо пляжных. Просто пляжных, не горно-пляжных. Сценка кажется странной, когда после финиша садятся в тенек. Янгу принципиально было добежать эту гонку. Для того, чтобы стереть кошмарные воспоминания о феврале. Ну и сегодня ему тоже не повезло. Была поломка. И приходит он в результате далеко. Но это тот случай, когда главное групповую гонку доехать, финишировать. Ну и обеспечить ее возможность стартовать и завтра тоже. А так, конечно. Ну, так же, как и Белову, нужно осознать, что да, вот такой вот отрезок в судьбе. И надо его преодолеть. Когда невезение преследует по пятам. Белов тоже, конечно, имел гораздо большие шансы, чем занять 27 место в минуте 11. И знает его силу. Большунов продемонстрировал что-то похожее на то, что мы периодически видим в исполнении Жилы. В плане звука. Медвежий рев, видимо. Ну и, конечно, конечно, он оттаивает постепенно. Далеко не сразу. Уходит то, что было неделю назад. Когда рушится мечта. Когда есть силы для выполнения этой мечты на 100%. Когда гонка проведена абсолютно безошибочно. Когда он четко закрывал все просветы. Сделав выводы из эстафетной гонки. И, тем не менее, оказался не первым. Соседи его по пьедесталу почета. Достаточно предсказуемый. Ветерок, ребята. Давайте-ка в тепло. Несмотря на то, что тепла вроде бы как предостаточно, но ветер пронизывает. Можно так и спину застудить. И вообще, в принципе, по весне подхватить какое-нибудь простудное заболевание. Завтра еще одна гонка, и к ней нужно подготовиться соответствующим образом. Нет мелочей. Желаем всем остаться здоровыми и выйти на отпуск межсезонный в хорошем состоянии духа и тела. Ну, а здесь вы видите, что... Рослый парень-то, по идее. То есть, арматура ему дана, природа неплохая. Но эту арматуру нужно загрузить соответствующим образом. И самое главное, все. Начиная с таза, продвинуть немножечко вперед. Вперед и вверх. Ну и... Тяжело в том, в гору что там говорить. Не хватает ему сил для того, чтобы растолкаться, уж тем более бесшажным. Ну, такое соседство, всегдашнее соседство стихии, да. И разные жанры здесь абсолютно. Что-то вызывает добрую улыбку, что-то вызывает желание открыть глаза пошире. И поразиться мастерству скорости. За 34.07. По рельефу, в высоких горах и не везде при идеальном скольжении прошел чемпион. 18 секунд, заработав перед следующей гонкой. Гонкой-преследование. Сформируется группа вокруг тех, кто проигрывает примерно около 20 секунд Большунову на старте следующих соревнований. Хотелось нам, конечно, этого мученика трассы принять на финише. И надо сказать, что вот посмотрите его итоговый результат. И далеко не каждый, по идее, любитель покажет такие секунды, кто регулярно бегает в марафоны, включая Диагонеллу. Ну и, в общем-то, когда звезды приезжают сюда, то звезды бегут не... Ну, звезды, я имею в виду, из других областей. Не бегут и так, и близко даже. Во главе с сэром Норманом Фостером. Для которого это и лыжероллер, и велосипед, это часть образа жизни. Классная тема. По всей видимости, он будет последним, но он доехал. В десяти минутах, но доехал. Проявил волю. И для него это был маленький марафон. Но с разрядом у него не очень. Если брать классификацию, которой в Бразилии, впрочем, и нет. Неплохо было бы посчитать очки. Напоминаем о том, что здесь не биатлон, и кто не попал в тридцатку сильнейших, этих очков и вовсе не получает. Вот Кико Пелли заработал в отчаянной борьбе с французом и с россиянами за подиум. Заработал, по крайней мере, одну очечку. И кто скажет, что зря стартовал, будет, наверное, неправ. Но в конечном итоге он, конечно, прижат спиной к стенке. Совершенно не его формата гонки. В развязке сезона должно было быть немало спринтов, которые могли бы ему дать шанс набирать очки. Во многом, конечно же, из-за отсутствия двух ключевых...